Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Разведенных женщин нельзя брать в жены? Вопрос понятия. Он основывается на словах Христа из пятой главы Евангелия от Матфея, из знаменитой Нагорной проповеди. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей полностью прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Слова эти связаны с тем, что в замысле и в промысле Божьем о человеке, у человека может быть только один брак. Вот для христианина брак может быть только один. Проблема в том, что огромное количество людей падает, не выдерживает вот этого стандарта любви семейной, который предлагает Евангелие человеку. Как церковь к этому относится? В древности церковь, даже вдовца, который второй раз женился, на год отлучала от причастия. Хотя и по слову апостола Павла мы знаем, что вдовый человек может создать новую семью. Но тем не менее, почему? Это возможно только по одной причине. Потому что церковь считала, что ты должен погориться промыслу Божьему, твоя жена уже там, она тебя ждет. Ты с ней и с одной соединеным к Господу навсегда. Эти требования, они остаются как безусловные к требованию семьи священника. Если священника вдовил, он не может второй раз жениться. Если он второй раз женится, он запрещается в священном служении. Именно из-за этого отношения к браку. Это не значит, что к священнику какие-то другие требования. Не другие. Просто те требования, которые церковь предъявляет к любой семье, она полностью предъявляет к священнику, потому что его семья должна быть образцом. Но мы знаем у Господа такие слова. Он говорит, что при любоде и мытаре, блуднице, обращаясь к фарисеям, прежде вас идут в Царство Божие. Человек может раскаяться. Человек может, даже согрешив и при любодеянием, он может быть спасен, он может стать святым. Мы знаем великое множество святых, которые жили тяжко греша против седьмой заповеди. Например, святой благоверный князь Владимир или преподобная Мария Египетская. Мир вокруг нас разрушен. Разрушен прежде всего нравственно. Заповеди Божии не исполняются. Но бывает так, что человек согрешил разрушением своей семьи. Или, например, женщину оставил муж. Оставил с детьми, не платит алиментов. И это была его инициатива распад семьи. Она разведена. Может она создать новую семью? Она должна принести покаяние в своей части вины, безусловно. Вымолить у Бога прощение и создавать новую семью. Это не значит, что человек погиб или ему закрыта дорога в жизнь вечную. Нет, конечно. Но это результат греха, а не повеление Божие. Вот об этом надо помнить. Именно поэтому разведенный человек, создавший новую семью, не может стать священником. Или он должен остаться один. Или уклоняться и не претендовать на... И тогда рукополагаться. Или он не должен рукополагаться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...